Разговор о российской пропаганде и не только о ней продолжим с Романом Цимбалюком, журналист, блогер в нашем эфире. Роман, приветствуем. Добрый вечер, Ром. Привет. Скажите, пожалуйста, насколько пропаганда в российских СМИ централизована или, может быть, наоборот, децентрализована? И есть ли человек, который за это все отвечает? Может быть, Песков, нынешний персекретарь Путина, или Громов, бывший персекретарь Путина, ныне первый зам главы АП, его фамилию часто называют в этом контексте? Может быть, кто-то другой этим всем заведует? Почему это интересно знать? Если мы часто говорим о том, что пропагандисты будут наказаны за то, что они делают, потому что они несут ответственность за разжигание войны, то логично, что должен быть наказан самый главный, тот, кто их курирует. Вы знаете, в службе безопасности Украины, насколько мне известно, есть даже соответствующее дело против российских пропагандистов. У нас есть люди, которые занимаются правильными делами. Там все запротоколировано, кто и как это все организовывает. Но, по сути, ничего не изменилось. Монополия на информацию обеспечивается Кремлем. А Песков в данном случае, понятно, влиятельный чиновник и в первую очередь занимается культом личности Владимира Путина. Но вообще он еще по совместительству заместителей, точнее первый заместитель главы администрации президента. То есть это пост по российским меркам очень высокий. А так есть целое управление, которое непосредственно СМИ курирует. Но и они все немножечко, как бы, не немножечко, а все равно замыкаются на зама администрации президента, который курирует внутреннюю политику. Это Кириенко. То есть внутренняя политика, она не может быть отдельно от российского телевизора. Так что, в целом, ответственность тут, понятно, за российским руководством. Ну и администрация президента, или как там ласково говорят, АПшечка рулит этим процессом. А телевизор российский, это так. Это уже вот куклы непосредственно. Вот одну из них мы сейчас видим на экранах. А веревочки, ниточки, они все в Кремле, тут все стабильно. Ром, интересные новости приходят из Российской Федерации. Ютьюб решил несколько ограничить аудиторию российских пропагандистов и заблокировал более 40 региональных каналов ГТРК. Видеохостинг американский никак это не комментирует, а сотрудники телекомпании связали это случившееся с политической позицией Ютьюб. Не случайно ведь такое решение было принято перед псевдовыборами, да, наверняка. Что пытаются продемонстрировать Кремлю и каких реакций ждать от Кремля? Ну, они будут возмущаться, но по большому-то счету пропаганда российская, она отходит от западных и американских платформ. Потому что вообще-то с Ютьюба российских пропагандистов выгнали в течение, наверное, первых месяцев полномасштабного вторжения. Вот многие уже не помнят, но когда-то были такие достаточно раскрученные каналы типа Царьград, где была просто такая жесть и российские попы. Ну, просто даже удивительно вспоминать об этом, что это могло иметь, что у этого могло быть место на американском хостинге. Плюс все федеральные каналы, соответственно, тоже были представлены в Ютьюбе. То, что сейчас происходит, ну, это, наверное, они дочищают, но я на некоторые заходил из них. Там моя аудитория очень-очень скромная. Возможно, это просто, как это, руки дошли. У них же, как это работает? Значит, введены санкции против ВГТРК. И, соответственно, пока в Штатах поймут, что, допустим, ВГТРК, Воронеж, это тоже ВГТРК, ну, потом найдут этот Ютьюб-канал. Это же, как это, не так просто, потому что вот эти вот региональные, они, ну, очень слабенькие. Там и подписчиков мало, да, и никто-то особо не смотрит. Ну, и вот с хопом их мочканули. А вообще, на россияне сейчас акцент делают на Телеграм. И, ну, есть у них свои хостинговые платформы, которые, ну, так, некоторые работают, некоторые не очень. И работают они все чаще и чаще с перебоями, с чем связано отключение мессенджеров, того же, в первую очередь, того же Телеграма, в некоторых регионах Ютьюба, в некоторых регионах вообще мобильной связи, да? Что тестировать начал Кремль? Ну, с большой вероятностью они же, как это, выбирают, во что же они превратятся. Вот это в православную Северную Корею или с какими-то там китайскими оттенками. Ну, или будет какая-то гибридная система. Ясно, что тренд такой, цензура по всем фронтам, и, очевидно, они создают то, что называется, вот эту стену соответствующую, что интернет будет локальный, и любой трафик, который выходит за территорию России, каким-то образом будет контролироваться. Я не знаю, там, у них давно, кстати, приняты такие законы, что мобильные операторы должны там в течение какого-то длительного времени хранить там СМСки, там, ну, всякое такое. То есть, закрываются от мира, и сейчас активно тестируется история, чтобы люди не пользовались интернетом. Ну, как-то его, извините, не интернетом, а ВПНом. То есть, будет. Раньше мы шутили, хотя шутку запустили, и мы запустили сами российские сенаторы, что будет интернет Чебурашка. Ну, вот Чебурашка, он пришел. Чебуридзе. Ну, в общем, тут надо подумать по поводу Чебурашка в каждый дом, в общем, да. Чебу Путин. Ром, ну, вот все сейчас говорят, что Кремль мечтает сделать из Российской Федерации Северную Корею в плане интернета, да. Но ведь это будет сложнее, чем в Северной Корее. Интернет появился позже, чем создалась Советским Союзом. Это Северная Корея, и люди там, они просто не знают, что такое выход действительно в мировое пространство. Россияне это попробовали. Но многим, грубо говоря, даже порнхаба будет не хватать, а кто-то научился зарабатывать и так далее и тому подобное. Мне кажется, что социальный взрыв неизбежен. Рискнут ли все-таки создавать локальные рунеты? Как ты считаешь? Ну, видите, они в некотором роде действуют, ну, я не знаю, можно ли это использовать, слово так, ну, грамотно. Они же по чуть-чуть это все. Сначала фейсбучиком минус нули, потом инстаграм. И действительно, для многих бизнесов, особенно там, то, что называется мелкий, средний бизнес, там, кто-то там мед продавал из Алтая, например. Я точно знаю ряд российских ателье, которые у них в инстаграм был, как раз дистрибьютор главный был в инстаграме. То есть, это уже бьет по рыночным реалиям и так далее. Но понемножечку они переползают просто на российские платформы и сказать, что что-то изменится. Да нет, ну, понимаете, вот в течение, вот где вы были 8 лет. Так вот, россияне, чем они занимались 8 лет, они приучали россиян к тому, что, ну, во-первых, можно стрелять в украинцев, потому что в 2014 году эта тема далеко не всем заходила, это надо признать. Сейчас с этим намного проще. И понемножечку, шаг за шагом, закручивали гайки, а сейчас уже просто не гайки, там уже сваркой проходится. То есть, вот то, что происходит с российским интернетом, это нельзя рассматривать отдельно от общих вот этих процессов, я не знаю, цементирования этого путинского режима, там, допустим, тот, кто против СВО, у того можно забрать недвижимость, например. Согласитесь, это в некотором роде новый вариант давления на, там, в принципе, на человека, и интернет на этом общем фоне безумия, он, ну, не является чем-то каким-то вызывающим. Видите, по словам вдов арестовывают или задерживают 67-летних и 72-летних женщин, которые где-то там что-то или репостнули, или, как кому-то показалось, высказались негативно в отношении убитых российских солдат. И для чего это делается? Для того, чтобы всем показать, что, если что, в ваш дом ворвутся, вас там, я не знаю, что-то с вами сделают, в конечном счете есть уголовная статья фактически на все. Поэтому думать, что это как-то вот приведет, ну, имеется в виду, что вот сейчас они вырубят YouTube, вырубят еще что-то, сделают все на платформе mail.ru у них, и это приведет к каким-то изменениям, да нет, будут молчать, как и молчат, если честно, не так кажется. Российских пропагандистов наказание уголовное ожидает не только в Украине, где уголовное дело расследует, о чем вы сказали, но и в Литве там возбудили уголовное дело, генеральная прокуратура против Соловьева, Скобеева и Красовского за призывы к разжиганию войны. Это справедливая новость, но интересно понимать, а почему подобных дел нет в других европейских странах, ведь наговорили уже пропагандисты, которые призывали ядерным оружием ударить по Великобритании в частности, но вот в Европе, в Великобритании только санкции вводят, но уголовных дел нету. Как думаете, почему и появятся ли они? Мне кажется, во многом это зависит от Украины, если честно. То есть мы как-то должны, вот это дело, о котором мы вспоминали, дело в отделе службы безопасности Украины, как-то, по-моему, это как раз тот момент, когда с коллегами надо делиться, рассказывать, помогать им фактическим материалом. То есть взять некий массив высказываний топ-российских пропагандистов по поводу Германии, Великобритании, других стран, ну а чем они обычно говорят? Ядерными бомбами и всякими другими. То знаете, что интересно вот в этих уголовных делах? Ну, в Украине понятно есть дело, в Литве есть. Это, кстати, насколько я понимаю, уже несколько месяцев оно расследуется. Если я не ошибаюсь. Да, самое интересное, что для того, что делают эти товарищи, есть статья и в Уголовном кодексе России. Она так и называется, как разжигание, популяризация войны. Ну, в общем, четко описывают действия, которыми занимаются так называемые журналисты. Ну, в общем, сотрудники российского государственного телевидения. Ром, ну есть такие наши коллеги, так называемые коллеги, которым наша помощь и даром не нужна. Я сейчас об американском пропагандисте Такере Карлсоне, который все анонсирует и анонсирует свое путешествие в Москву для того, чтобы взять интервью Путина. Вот последняя новость от него, что он уже прибыл в Москву и скоро возьмет интервью Владимира Путина. И хочет он донести позицию президента России по поводу войны в Украине. Кому эта позиция будет донесена? Насколько это тревожный звоночек? Ну и зачем Путину давать интервью Такеру Карлсону, кроме как для имитации его популярности среди западных СМИ? Такер Карлсон, он в России больше популярен, чем в Штатах. Ну, по крайней мере, об этом свидетельствуют соответствующие YouTube-каналы. Значит, что будет в этом интервью уже понятно. Значит, он уже объявил, что Байден во всем виноват, Байден виноват в войне. В общем, виноваты все, кроме Путина. Ну и Дональда Трампа. То есть, очевидно, этот разговор можно будет интерпретировать как некая попытка вмешаться на россиян в избирательный процесс. Это ничего не имеет общего со свободой слова. Потому что Такер, он же сразу сказал, что фактически главный вот этот посыл, он уже понятен. Ну, а президент России в вопросах войны, он уже настолько часто повторяется. И вот эти вот истории, значит, госпереворот. Американцы провели его, что там, ну и так далее. Там референдумы какие-то. У нас не было другого выхода. НАТО расширяется. Ну, в общем, вот эти вот все бредни, они, не знаю, если учесть, что Такер является таким ярким членом команды Трампа, то мне кажется, вот вообще вот этот российский шлак, когда будут вливать в Америку и разливать, вообще-то в некотором роде унижение этого государства. Ну, посмотрим, как там будет. Конечно, все посмотрят это интервью. Но сейчас уже ясно, что это будет беседа, где Такер будет подставкой под микрофон Путина. И он будет так по Такеру постукивать и говорить, внимание, внимание, говорит Германия, ну, в смысле, говорит Путин, во всем виноваты все, кто угодно, а Россия святая. У нее есть право убивать людей. У нее есть законные интересы, незаконные интересы. Заметьте, про защиту русскоязычных, что-то они после такого количества смертей перестали говорить. И, очевидно, в некотором роде это может коррелироваться с, ну, то есть, если так на секунду представить себя в голове Такера, то он должен, наверное, спросить у Путина, ну, так а что, вот Трампа сейчас вот обязательно изберут, и как за сутки закончить войну. Ну, а тот, соответственно, скажет, то, что мы оккупировали, мы должны оставить себе. Плюс, внимание, такие города, как Запорожье и Херсон. Ну, потому что мудрый царь или недоцарь вписал это в Российскую Конституцию. Ну, и дальше все хотелки, которые мы, опять же, сто раз слышали от нейтрального статуса, русский язык, московские попы, разоружение, никакой армии. В общем, сдавайтесь, или мы вам, я не знаю, что-то там сделаем вместе с Трампом. Будет он подставкой под микрофон, я не думаю, что какие-то жесткие вопросы можно будет услышать в ходе этой дискуссии. И это просто пропаганда. Я видел одно из таких вот интервью, когда Путина просто вывели из себя, когда его вранье было заметно. Это австрийскому журналисту по фамилии Вольф он давал где-то, по-моему, в 2017-2018 году. Кто хочет посмотреть, может таки Путин интервью австрийскому журналисту. Там даже важно не то, что он отвечает, потому что все ответы очевидны, а вопросы, ну и реакция Путина. У него там ноги под столом ходуном ходили, но видно было, что его так просто... Короче, Путина вывезти на чистую воду несложно. Вопрос в том, что Такер будет заниматься решением другой задачи. Романой, вот пока Такер анонсирует свое интервью с Путиным, еще один анонс появился. Адвокат Игоря Стрелкова-Гиркина анонсирует поездку того на фронт в качестве добровольца. При этом адвокат Гиркина тут же делает оговорку, что Стрелков, мол, много раз хотел поехать на войну, но власть создавала для него провокационные и оскорбительные условия, чтобы он, мол, туда не поехал. Вот этот анонс имеет отношение и связь с реальностью, или это чистый пиар, чтобы не забыли про Стрелкова в России? С большой вероятностью его же посадили за что? Как это ни странно, за его высказывание, а не за теракты и за убийства. Поэтому с большой вероятностью, раз задача стояла этого человека изолировать, то и это будет продолжаться. С другой стороны, опять же, отправить этого героя куда-то в район Авдеевки, гляди, гляди, и на его канале появится реквиум. Он же хочет воевать каким-то генералом, я не знаю, каким-то очень важной персоной, а не пушечным мясом. Потому что он же, типа, белая кость, белый офицер, историю знает и вообще хочет, чтобы Россия была великая, и, соответственно, за нее должны подыхать не такие умные, и, как он думает, прекрасные люди, а кто-то другой. Ну, например, из Рязани. Ну, возможно, самый Гиркин не знает о своих таких планах, а адвокат действует по заданию Кремля в рамках его утилизации, как пушечное мясо, пушечное мясо на передовой. Спасибо огромное, Ром, за этот разговор. Роман Цымбалюк, популярный блогер, известный журналист, присоединялся к нашему эфиру. Спасибо. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.